И в завершении выпуска новости спорта. Детский турнир по тэквондо, организованный Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо» совместно с Федерацией Тэквондо НАО, прошел в спортзале школы Олимпийского резерва труд в эти выходные. Соревнования приурочены к 90-летию округа. Подробнее в нашем следующем сюжете. Торжественное построение и заместитель начальника МВД России по Ненецкому автономному округу Сергей Сахаров с исполняющей обязанности председателя общественной организации «Динамо» Надежды Зубеня вручает 10 юным спортсменам членские билеты Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Участие в этих соревнованиях принимают 70 юных спортсменов. Все они члены общества «Динамо». Тэквондо занимаются, потому что этот вид спорта помогает быть более уверенными в себе. А для девочек это еще и навыки самообороны. Там защититься какими-нибудь блоками, если они на тебя найдут или просто ногой в живот или в голову. Мне захотелось чем-то заняться, чтобы защищаться. От кого ты защищаться собралась? От одноклассников? Чтобы просто быть сильнее. Меня тренер учил пьенге, удары, поэтому я и получил свой пояс. Основная цель этих соревнований – популяризация данного вида спорта. В таком формате спортивные соревнования проходят уже третий год подряд. Люди, которые приходят с УМВД, они приходят в форме. Это нашим юным спортсменам тоже полезно, потому что все-таки их это немножко где-то стражит. Где-то они видят, с чем это все связано, какой это турнир непосредственно. Ну и вообще это интересно, это сотрудничество двух разных структур. Такое сотрудничество спортсменов и полицейских только на пользу. Кстати, стать членом общества может любой желающий, независимо от вида спорта, которым он занимается. Это, мне кажется, очень надо, потому что, видите, у нас сейчас и преступность растет. Это все-таки я считаю, что ребенок, который занимается каким-нибудь любимым видом спорта, он не пойдет на улицу куда-то там что-то делать, а именно пойдет заниматься лучше каким-то видом спорта. В программе соревнований – поединки, удары ногой на скорость, удары ногой на силу и удары ногой на лучшую реакцию. Победители по итогам турнира получили грамоты и медали, а все участники – сладкие призы. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.